Взаимосвязаны с тем целеполаганием, которое идет у нас от федерального центра. Потом, соответственно, нужно смотреть региональные составляющие вашего национального проекта, которые вошли уже в структуру федерального и уже в соответствии со своей проблематикой муниципального уровня формировать свои муниципальные составляющие. Вот просто такая табличка для работы. Она очень интересно и полезна. 9 целей, как они разложены у нас на 12 национальных проектов, где в какой национальный проект входит какая цель. Очень полезный инструмент. Вы можете аналогичный такой же формат на своем муниципальном образовании разработать. Это инфографика. То, как 9 национальных целей у нас декомпозируемо на 12 национальных проектов. Цели полагания декомпозируются, соответственно, в план мероприятий. Здесь указана просто структура, как еще происходит управление. Я сейчас не буду на этом останавливаться, потому что это больше региональный уровень. Но на муниципальном уровне, на самом деле, мы также рекомендуем создать муниципальный проектный офис обязательно, проектный комитет и так далее. Сейчас продемонстрирую несколько примеров из других регионов. Да, хотите сфотографировать, пожалуйста? Презентация будет, да, разослана. Всем вы ознакомитесь, безусловно. Национальные проекты у нас сформированы на федеральном уровне. Уже утверждены на текущем нем все региональные составляющие. И вот сейчас как раз все регионы, во многих уже участвовало, принимало участие, по разработке муниципальных составляющих, сейчас только все регионы к этому этапу подошли. То есть вы не думаете, что если вы сегодня еще не разработали, это на самом деле общий такой российский тренд. Все сейчас стоят на пути того, чтобы разработать проекты, проектные инициативы сначала, потом проекты, методологическую составляющую, включить это все в бюджетный цикл. Ну и сегодня как раз самый эффективный инструмент, еще раз я подчеркну, это стратегические сессии. Место проектного управления у нас в реализации всех стратегических целей. Вот верхнеуровневые, это стратегии, сегодня это, конечно же, национальные проекты. Дальше проектное портфельное управление на текущий момент, это государственные программы, которые, фактически, это, конечно же, инструмент бюджетирования, но мы никуда без этого не денемся. Любые наши проекты должны быть включены в государственную программу, для финансирования. Затем идет проектное управление и процессное управление. Проектное управление на региональном уровне у нас уже практически везде внедрено, процессное управление, есть элементы там в некоторых регионах, очень активно внедряются, но если вы хотите, я потом поподробнее об этом расскажу. То же самое, такой же треугольник. Стратегирование идет и на региональном уровне, только в верхнем уровне вы, это стратегия развития региона, далее ваши региональные государственные программы, далее портфель проектов региональные, региональные составляющие, а также приоритетные могут быть еще проекты. И муниципальный уровень. В муниципалитете ваша стратегия социально-экономического развития, вашего муниципального образования, а дальше уже ваши госпрограммы, то есть бюджетирование и так далее. Стратегия муниципального образования у вас твердена? Есть. Отлично. Обязательно можно смотреть самые главные цели, которые прописаны там. И, соответственно, уже при утверждении муниципальных составляющих желательно было бы, конечно же, смотреть цели полагания, чтобы совпадали у вас цели вашей стратегии региональных составляющих и региональных и муниципальных составляющих учебно-национальных проектов. Вот как все это происходит сейчас в регионах? Полного, конечно, механизма мы пока еще не видели, полного цикла, но уже элементы я могу некоторые продемонстрировать. Например, Ленинградская область разработали стратегию социально-экономического развития уже с применением проектного управления, портфельного проекта. И далее уже каждые проекты, они по направлениям развития, например, транспортная инфраструктура, малый и средний бизнес, жилье и городская среда, они уже прямо декомпозировали на проекты. Просто очень интересный элемент, я даже рекомендую такой же подход применить при актуализации, если это будет возможно, например, стратегии социально-экономического развития и муниципального образования. Такой же подход применен был в Приморском крае, когда стратегия была декомпозирована на портфельное управление и синхронизирована с государственными программами. И далее уже более детальные направления были соответственно по направлениям развития проектов. Республика Крым. Сегодня хочу отметить интересный положительный опыт не только формирования стратегии социально-экономического развития, которые, соответственно, у них уже включают проектное управление, но и, да, слайд я бы не представила, у них очень интересная есть практика по формированию идей снизу вверх, можно сказать, когда в муниципальных образованиях проектный офис Республики Крым выявляет какие-то проблемы, прям полевым исследованием, собирая также общество, бизнес и власть, далее ранжирует и включает в состав реализации региональных проектов. Премьер Волгоградской области, который к нам сейчас пришел через конкурс, они определили полностью региональный портфель проектов и на муниципальном уровне все тот же, как скажем, применили подход абсолютно по всем направлениям, уже создали свои муниципальные, региональные составляющие и точно так же применили методы управления. То есть создан также совет по проектам при главах муниципальных образований, муниципальный проектный офис, созданы уже команды муниципальных проектов и, соответственно, разработан уже механизм их реализации. Если вдруг еще не создан, я просто не успела изучить опыт, но вот опыт Ханты-Мансийского автономного округа и знаю, что в Стреловской области уже тоже этот элемент разработан, то есть созданы проектные офисы при всех главах муниципальных образованиях. То есть что такое проектный офис? Это методологически поддерживающий такой вот элемент, который разрабатывает методологию, соединяет, коммуницирует все команды, включает все проекты, которые приходят, непосредственно уже утверждая их далее в реализацию. Один из примеров, который был использован в Ленинградской области еще, отбор проектных инициатив, которые приходят в проектные офисы. Они создали собственные какие-то такие вот критерии по стратегической значимости, по уровню заинтересованности, по объему затрат. И, соответственно, любая проектная инициатива, чтобы ее включить в реализацию стратегии социально-экономического развития региона, либо уже сейчас мы говорим о реализации национальных проектов, проходит такое некое проектное сито. Данный элемент вот недавно мы тоже рассматривали в Белгородской области, где уже узкоотраслевым даже образом применено свои критерии отбора любых проектов и проектных инициатив. Вот здесь хочу поподробнее немножко остановить, уже завершая свое выступление. Это Ярославская область, что собой подразумевает. Есть в верхнем уровне стратегические цели национальные проекты. Выбраны были национальные проекты, в которых принимают участие область, безопасные качественные дороги, жилье городской среды, ряд других. Затем совмещены цели со стратегией социально-экономического развития области, потом региональными проектами, региональными составляющими, и далее уже на муниципальном уровне целеполагание стратегии развития муниципального образования, и уже после этого формируется портфель проектов из текущих муниципальных проектов. Это, конечно же, очень сложно, я все понимаю. Да, звучит очень сложно. Но при формировании, если вы хотели бы, чтобы ваши проекты вошли в состав муниципальных составляющих, нужно обязательно смотреть целиполагание всех стратегически значимых документов на текущий момент. Вот в Ярославской области очень коротко расскажу проект, который реализуется на муниципальном уровне. Он называется «Решаем вместе». Когда он фактически, это из разряда инициативного бюджетирования, но сам механизм очень интересен. Собирается опрос населения путем тоже и стратегических сессий, и всевозможных других элементов. Формируются проектные инициативы в части благоустройства городской среды. Затем проектный офис проводит отбор на избирательных участках и электронного голосования. Выбираются непосредственно те проекты, которые будут наиболее интересны обществу. Далее уже проходит отбор, включается в элемент регионального проекта, проходит финансирование проекта. Причем весь цикл начинается примерно с октября-сентября. Включают в бюджетные программы, чтобы на следующий год этот проект был зафинансирован. Летом проходят строительно-монтажные работы, и самое главное элемент, что в конце принимают те инициативные граждане, которые подали заявку, они принимают результаты проекта. Таким образом, данный проект не только позволяет прозрачно тратить бюджетные средства, вовлекать еще при этом население, и уровень доверия власти там многократно просто растет. Хочу сказать, что вот этот проект не только с моей точки зрения, но и с точки зрения наших конкурсов, мы еще отметили, как один из лучших проектов, который снимает политическое напряжение в регионе и в области. Потому что здесь население и общество видит свою заботу о себе со стороны не только региона, но и в первую очередь муниципального образования. Ну и еще раз хочу подчеркнуть, что стратегические сессии сегодня это самый эффективный, самый популярный формат формирования любых проектов, проектных инициатив для реализации наших стратегических целей. Спасибо. Сейчас, да, вопросы мы готовим. Чуть-чуть, пока задавайте вопросы, добавлю. Вот журналы я положил, муниципальная Россия, это конгресс издает. Я в каждом номере сейчас описываю форматы, именно форматы. Вот этот первый номер, еще по-моему в Думе работали. Ну вот каким образом все эти сети сами изнутри выглядят. Стратегические сессии – это общее название, там много разных квалификаций внутри есть. с участвующих, есть рекомендации Всемирного банка по инициативному бюджетированию. Там много очень всего материалов, но вот этот пул как-то я пытаюсь переварить, да, и вот популяризировать через вот, в частности, вот этот, муниципальную Россию, да, это конгресс, журнал, муниципалитет его подписывает в основном. Можно посмотреть. Теперь давайте выведем, пожалуйста, коллеги, так, выведите.